Под Москвой разбился самолет Ан-2. Все пилоты погибли. Но российские беспилотники начинают залетать слишком далеко. Аэропорт Швеции остановил свою работу. А Крымский мост буквально рассыпается. Трамп обиделся на Путина и публично об этом рассказал. Почему умер Масляков и почему Путин ненавидит КВН? Миллионная свадьба Львовой Беловой и Малафеева. А Моргенштерн может сесть на два года. Всем привет, с вами Карина Клышун и эта программа в тренде. Собрала для вас много интересных новостей. И поверьте, нам будет о чем с вами сегодня поговорить. Поэтому начинаем. Самолеты в России падают с невероятной частотой. В Подмосковье разбился самолет Ан-2 во время тренировочного полета. Погибли оба пилота. Сам борт проверяли после долгосрочного ремонта. Но, похоже, ремонтировать надо было еще дольше. Но российские беспилотники начинают залетать слишком далеко. Сначала шахедами Путин кошмарил Лукашенко. Ведь дроны залетали в Беларусь и приходилось их сбивать авиации РБ. Теперь же в Швеции пришлось остановить работу аэропорта Орландо. Ведь над ним были замечены как минимум 4 БПЛА. Сейчас ведется расследование о возможной попытке саботажа. Но большинство склоняется к тому, что это были именно российские дроны. Также дроны долетают до Румынии, Латвии, Литвы. Кстати, теперь же от России ограждается Литва. Страна укрепляет зубами дракона границу с Калининградской областью РФ. Также власть Литвы готовится к массовой эвакуации граждан. И на фоне этого анонсирует разработку плана эвакуации. Тем временем Путин сделал свой выбор. Так называемый президент России поддержал Камалу Харрис на выборах США. Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа. И, ну я же говорил, у нас, значит, фаворитом, если можно сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим, значит, сторонникам поддержать. Сможу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать. Это, во-первых. А во-вторых... Раз завещали, значит, надо, да? А во-вторых, она так выразительно и изразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то, значит, вот этот Трамп, он же ввел количество, столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько для него ни один президент раньше не водил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздерживается от действий подобного рода. И это говорит человек, который утверждал, что санкции никак не влияют на Россию. Но такой спич не понравился Трампу. Более того, Трамп обиделся на Путина. На одном из митингов Дональд Трамп рассказал о своей обиде. Думаю, после таких заявлений жизнь в России станет еще более яркой, уже с новыми санкциями. А что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях. А также не забывайте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. У нас тут много интересного. Похоже, улыбка Путина не понравилась не только Трампу, но и российскому зетвоенкору Егору Гузенко. Автор российского канала «Тринадцатый» решил записать видео, где буквально раскритиковал как Путина, так и Кремль с военным руководством. Ведь все они сажают неудобных и принимают неэффективные решения в войне с Украиной. Ну и мое мнение такое. 30 лет назад развалили Союз. Ельцин продался Америке. И все, что сейчас происходит, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам, делают все, что хотят. То есть, ну, парни, как бы, мы должны понимать, что, возвращаясь с фронта в мир, ну, по факту, война не заканчивается. Ну, она и не закончится. И приказа, возможно, уже никто никогда не отдаст. Потому что отдавать его некому. Потому что предатели захватили страну. Все. У меня другого слова больше нет. Если на таких людей, как Александр Валерьевич возбуждается, уголовные дела, Гиркин сидит в тюрьме, тоже можно к нему по-разному относиться. Но, тем не менее, у человека столько за спиной. Все. У меня других больше слов нет. Это все предатели. И мне кто-то говорит, ты не боишься там говорить и так далее. Тебя ж могут там посадить, закрыть. Ну и что вы нас всех попересажаете, попереубиваете? Нас много. Нас целая страна. А вас там кучка сидит. Вы уже старые, скоро поумираете. А мы молодые, мы разберемся. Очень смело. Радует, что среди россиян все больше таких, кто открывает глаза на правительство. Но этот открыл ненадолго. Несмотря на заявление, что он ничего не боится, видео через несколько часов было удалено. Но, как говорится, интернет помнит все. Думаю, теперь его ждут два стула на выбор. И тут, откуда ни возьмись, появился Узбекистан, который решил тоже, как Путин, нырнуть в историю. Узбеки, мило улыбаясь, рассказывают о вечной дружбе с Россией. Но в то же время Министерство народного образования утверждает новый учебник истории, где четко и жестко описывается реальная роль русских в судьбе Узбекистана. Богатые ресурсы нашего края издавно привлекли внимание русских царей, в том числе и Петра Первого. Поэтому он замыслил завладеть этими богатствами. Захватив нашу родину, Российская империя установила колониальные порядки, стала грабить богатство края, были попраны наши национальные достоинства и обычаи. Эти факторы привели к тому, что население Туркестана подняло восстание, носившее освободительный характер. В результате власть захватили коммунисты. Но коммунисты не дали обещанную свободу народам тех краев, которые в свое время были захвачены Российской империей. В том числе и наш край продолжал оставаться колонией, теперь уже коммунистической России. Каждый униженный и забитый Россией народ, несомненно, при первой же возможности припомнит ей все. Это касается и тех, кто уже расстыковался с РФ, обретя свою государственность. Так и тех, кто пока сидит в тюрьме народов. Народы, которые сейчас сидят в России, то есть мигранты, также решили устанавливать свои правила. Больше трети мигрантов предпочитают шариат законодательству России. Шариат – это система правил и обычаев, на которых строится исламское право. Так вот, руководитель Федерального агентства по делам национальности России Игорь Баринов рассказал, как мигранты устраивают беспредел в России. На 40% увеличилось число изнасилований, совершенных мигрантами. На 13% возросло количество тяжких деяний приезжих. Совершено более 3000 преступных деяний в сфере оборота наркотиков. Глава ведомства называет адреса, где произошли наиболее резонансные случаи, вызвавшие волну возмущения в обществе. Здесь и мегаполисы, и промышленные центры по всей стране, и небольшие поселки. У Следственного комитета России на такой вызов есть и достойный ответ. За 4 месяца текущего года начальность увеличилась количество направленных в суд уголовных дел в отношении иностранных граждан. По таким делам в ходе следствия размещено более 600 миллионов рублей. Кроме того, наложен арест на имущество стоимостью 475,5 миллионов рублей. К ответственности привлечены многие российские должностные лица, которые за мзду оформляли липовые справки, свидетельства, патенты для иностранных граждан, а то и способствовали незаконному обретению российского гражданства. По его словам, в абсолютных цифрах это миллионы людей, которые не хотят соблюдать законодательство их страны. Кроме того, многие эмигранты испытывают чувство превосходства над гражданами России и считают их ленивыми и пьяницами. Вот вам и путинская политика. Сверхдержава рассыпается. А ему все равно воевать же надо. Кстати, воевать это не так тяжко, как потом судиться за машину погибшего. Мать погибшего российского военного, конечно, сильно скорбит по своему сыну. Но машина тоже в хозяйстве пригодится. Поэтому она никак ее не может поделить со своим бывшим мужем. Возмущение несправедливости у Натальи Олейникова все свои силы направила на борьбу с бывшим мужем, отцом ее погибшего ребенка. Ему просто надо напакостить мне в душу и забрать вот эту часть вот этой автомобилей. Он на нее претендует, на наследство хочет вступать. А это память о моем сыне. Он при гибели, перед тем, как, видимо, чувствовал, что погибнет, и позвонил и сказал, сохраните машину, сохраните. Богдану в этом году должно было исполниться 27. Он служил в Сирии, участвовал в специальной военной операции на Украине. В отпуск приезжал в родное село Усть-Абакан, но этим летом из очередной командировки не вернулся. Очень скрепно. Главное, машину сохраните. А пока люди из глубинок пытаются выжить, элита организовывает себе свадьбы ценой в миллионы рублей. Православный олигарх и владелец Сарьграда Константин Малафеев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова сыграли свадьбу. Знаете, что самое интересное? Оба позиционируют себя как хранители традиционных ценностей. Только вот международная преступница Львова-Белова ради олигарха кинула мужа-священника, с которым воспитывала 10 детей. И Малафеев тоже кинул свою жену, чтобы жениться на Львовой-Беловой. И теперь эти двое устраивают пир со священнослужителями и кучей звезд эстрады. На свадьбе выступали и Григорий Лепс. И Дима Билан. И Валерия с Леонида Могутиным. Празднование проходило на вилле Ротонда, считающейся одной из самых дорогих площадок для проведения свадеб в Подмосковье. На свадьбе присутствовали более ста человек. Само мероприятие обошлось в несколько миллионов рублей. И около половины денег ушло на гонорары артистам. Нет, что вы, до их личной жизни нам нет никакого дела. Это просто лишь очередное напоминание о том, что традиционные ценности в массы, как правило, несут неисправимые черти. А вы продолжайте слушать о том, как хорошо рожать от военных и судиться за машину. Жаль, конечно, что на свадьбе Маргинштерна не было. Думаю, он бы разбавил эту тусовку. На него, кстати, завели уголовное дело. Внимание, за неисполнение обязанностей иноагента. Маргинштерна еще в мае 22-го признали иноагентом. Но он, негодяй, не ставил пометку иноагент на своих постах в телеграм-канале и видео на ютуб. Сейчас следствие вообще рассматривает возможность объявить Маргинштерна в розыск. Уголовное дело за неисполнение предусматривает до двух лет лишения свободы. А на Россию отправился в мир иной всем известный ведущий КВН Александр Масляков. Причину его смерти пока не афишируют. Но ранее СМИ писали, что у него была неоперабельная опухоль. Он поддерживал войну и красиво пел под дудку Путина. Интересно, как они теперь сцену с Кобзоном будут делить? Теперь же после смерти Маслякова КВН могут закрыть или, чего хуже, отдать под контроль Мизулиной. Представили уже это зрелище? Как заявляют источники кремлевской табакерки, Катюше понравилось сидеть в жюри. Она хотела бы влиять на эту программу. Также считает, что это будет полезно в деле воспитания российской молодежи. Мизулина даже общалась с Путиным на эту тему. Хотя сам Путин последние годы крайне негативно относился к КВН. Ведь он не мог простить клубу и лично Маслякову того, что они сделали звездой Владимира Зеленского, который принес им столько проблем, горя и зла. Забывая, что горе и зло принес он неожиданно в Украину. Тем временем вместе с авторитетом Путина разваливается и Крымский мост. После удара в ВСУ, которые, конечно же, были отбиты невероятным ПВО, мост начал буквально деградировать. И теперь ему нужен экстренный ремонт. Части моста буквально рассыпаются на части. Дела настолько плохи, что в самом Симферополе все-таки начали ставить для людей укрытия. Но есть нюанс. Укрытия не защитят людей даже от летящих камней. А разобрать их можно с помощью одной руки. Дорогие севастопольцы, у нас вот стоят укрытия для нашей безопасности. Как вы думаете, они пошут в нашу жизнь или нет? Они наполовину делают пенопласт. У нас все наказали остановки, наказали там пляжи и прочее, сделали такие укрытия. Вы как думаете, в вашем жизни угрожает что-то или нет? И вы спросите, у нашего Разожаева, губернатора, стоит этого за 460 тысяч или нет?